меня зовут глеб замечательный первый слайд я расскажу про то как сож создавалась какие проблемы были пару курьезных баек на эту тему и пожалуй так ну вообще сож начали создавать не так давно но первый полет человека не человека даже первый полет аппарата 38 год и летали невысоко на теплом воздухе 450 метров поднялись спустились все довольны никаких проблем никаких неприятных ощущений однако когда перешли уже повыше когда перешли на водород летали слетать стали намного выше и в семьдесят пятом году был замечательный полет трех людей французов к сожалению всех трех не написал написал только тому кому повезло выжить это был гастон тисалье они поднялись на 8 тысяч километров и радостно начали задыхаться у них были кислородные подушки вот гастон воспользовался такой радостью и отрубился чуть чуть позже других и соответственно когда он отрубился отрубились аппарат начал опускаться ему там хватило этих несколько глотков воздуха чтобы очухаться на уже приемлемой высоте остальные не очухались как происходило дыхание тот момент особо никто не знал поэтому так высоко просто стали больше не летать и никто особо не знал как люди дышат пока в семьдесят девятом году сеченов не рассказал механизме дыхания которых с тех пор не претерпел больших изменений я про него чутка позже расскажу там что еще исследовали исследовали просто уточняли некоторые цифры но механизм остался принципе тот же до 1 вы какая-то высотнокомпенсирующие костюмы были созданы для нужд высотной авиации потому что самолетики летали все выше и выше дышать там было сложно герки герми гермакабины это было дорого тяжело и не очень но может быть удобно но дорого и тяжело создали такие замечательные скафандры здесь видно один из первых скафандров жутко неудобно сидеть очень тяжело двигаться очень плохо видно зато вот человек на 18 километров на такой штуки смог долететь через год он правда разбился но 18 метров он смог долететь да пожалуй можно дальше как работает вообще с тем же обеспечения с точки зрения инженера чтобы разработать главный объект всего этого это человек он работает как как черная коробка медики нам говорят что человеку нужно подать на вход и что у него нужно забрать чтобы это радостное существо где-нибудь не загнулась на входе если по самым 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 основным критериям нужно его дать ему немножко подышать человек в сутки в среднем при высокой и среднем высокой нагрузке потребляет 0 2 килограмма кислорода ему нужно дать попить 2 с половиной килограмма воды и немножко покормить данный данная модель исходит из того что человек работы достаточно много и средняя потребляемость калорий кснафтов на орбите около 5000 в отличие от 2 с половиной трех у нас к чему мы привыкли если мы на расслабоне если человек все это скормит за сутки он выделить где-то 11 килограмм углекислого газа 2 и 9 килограмма воды и всего на 100 грамм твердых пищевых отходов я думаю достаточно легко заметить да что пьет человек намного чуть-чуть все-четка меньше чем отдает есть еще предположение почему замечательная пища 06 в сухом виде обезвоженный имеется виду 0 2 килограмма воды два с половиной тонны пьет это он есть суп он разбавляет компот употребляет желе туда все это входит до замечательного часть кислорода которую мы потребляем тратится на окисление пищи которую мы едим это так называем метаболическая вода поэтому я чутка больше также немножко по-другому распределяется потери влаги чем на земле если видно здесь паром человек отдает больше половины тогда как на земле мы привыкли что парень мы ну максимум на треть опять же очень легко догадаться почему там люди такие парки у них очень много физической нагрузки конечно два с половиной часа и жесткой физической нагрузки космонавта каждый день и поэтому просто очень много потеет он очень много потеет потому что он два часа бегает тягает аналог гантелей и всячески развивается дабы не атрофировать свои мышцы скелет и не быть каким-то там или ходящим задохликом по приземлении вот и вот это все дело нужно у человека забрать да ему еще нужно санитарная вода 3 до 10 килограмм что там себя где-нибудь помыть протереть ручки ножки голову помыть и так далее парам папам чтобы есть чтобы человеку дать я смогу это сделать да есть три основных вида ссор если взять их по замкнутости есть системы полностью замкнутые есть системы полностью разомкнутые и частично замкнутые разломкнутые системы они пожалуй самые простые называются на запасах когда человек все что ему потребляет сто процентов ему привозят на ракете он все потребляет и весь шлак он выбрасывает он ничего от него не забирает ник мусор не перерабатывает такие замечательные мы в нашей повседневной жизни есть также замкнутые системы это некая вообще идеальная среда некая идеальная машина система которая только потребляет энергию и ее тратить но второй закон термодинамики никто не отнимал поэтому полный цикл доступен только с притоком и оттоком некой энергии все мы знаем замечательный пример замкнутые системы полностью который мы пока не смогли повторить но один пример есть планет земля отлично мы по 3 плане земля потребляет только солнечную энергию в большом-большом диапазоне излучений и при этом активно в инфракрасном и других диапазонах все это дело отдает есть ну естественно частично замкнутые этому часть доставляем часть перерабатываем это используется на всех орбитальных станциях что на мире что на мкс есть различные показатели степени замкнутости по различным веществам и замкнуть по воде по кислороду и по по еде по идее кислороду можно достигнуть где-то 0206 то есть сотки все равно не получится если не использовать большое 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 количество биологических преобразователей разломкнутые системы они чем чем их плюс они очень простые они очень легкие и они очень просты там очень мало узлов мы просто все отдаем забираем и ничего не перерабатываем и ничего не собираем и радуемся жизни на их основной минус что нужно постоянно этому нашему счастливому космонавту подвозить 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 питание воду чтобы он там не загнулся это очень дорого ракеты летают плохо он прогресс недавно к сожалению не долетел и вообще все дело печально промпапам считаю сейчас до станции летают на частично замкнутых можно дальше что я начал рассказывать про какие-то уже системы которые как работают я буквально пару слов остановлюсь на докладе сечного немножко модифицированный тоже как читают как работает дыхание что заставляет кислород из атмосферы попадать нам в кровь всегда должен быть побудитель расхода в данном случае это парциальное давление кислорода в атмосфере парциальное давление кислорода это та часть та часть парциальное давление газа в смеси равна объему этого газа в этой смеси то есть если от полного атмосферного давления у нас кислорода 021 в единицах да значит парциальное давление это примерно сколько если время миллиметра ртутного столба это это 159 миллиметра ртутного столба если в килопаскалях 21 до на 10 3 паскалей когда вся эта радость проходит в нам легкие на вдохе давление немножко понижается потому что у нас в легких уже есть какое-то количество или кислого газа который мы выдыхали также есть достаточно неслабое давление водяных паров которые там есть и общее парциальное давление кислорода понижается до 100 двух метров тут на столба венозной крови 147 и через мембранку из-за разности давления происходит диффузия углекислый газ выходит кислород заходит и таким образом при каком минимально допустимом давлении человек может выжить и может дышать я рассказываю нет если вы говорите что формул многое не скучно я их уберу потому что дальше они тоже есть ну 159 миллиметр тут на столба достаточно 27 килопаскалей что примерно равно если это чистый кислород ему 27 27 чутка больше потому что 21 нужно кислорода и остальное чтобы нивелировать давление водяных паров поэтому очень часто если почитать какие-то документы по эти американцы не были ну не потому что бла-бла-бла-бла-бла в том числе не дышали чистым кислородом чистым кислородом дышать нельзя неправда численки кислорода можно дышать замечательно только если его давление не равно атмосферному если давление 1 5 или чутка больше не более чем 0 4 от атмосферного давления человеку отлично дальше ему плохо не начать с переокисления и ничего хорошего не начинает можно дальше до самая разомкнутая система которая сейчас используется может быть наблюдена с каждой трансляции любого пилотюрма пуска вот нас и замечательный экипаж по моему это падал когда своими двумя товарищами один наш второй американец этот скафандр называется сокол это аварийно-спасательный скафандр шьется у нас на npo звезда в томильно находится у него только одна функция если что плохо если разгоните разгерметизация космического корабля то позволить людям которые сидят внутри это дело все пережить как он устроен устроен очень просто это мягкая оболочка никаких жестких частей и подается кислород через конечности через руки через ноги там социальные стельки пористые через них все шарашит и когда шлем закрыт еще назад пожалуйста да и когда шлем закрыт еще очень много подается в голову когда шлем закрыта все через голову подается более 70 процент в руках что они несут они тут обычный вентилятор конечно потому что пока они не подсоединены к кораблю пока они не сидят в нем в этой штуке на самом деле очень жарко и дабы дабы не свариться они себя таким образом охлаждают когда они садятся уже нас в союз в космический корабль подсоединяется к сож корабля их начинает продавать штатной системой когда он начал когда начнет когда начинает работать эта штука когда все плохо если давление внутри кораблям который обычно равняется обычному атмосферному то есть там 400 760 метров тут но столба падает до половины 05 срабатывает система которая говорит что все очень плохо скафандр отрубается от штатной сож и три наших замечательных человек сидят на одном баллоне кислорода что там у 12 литров всего лишь им хватает 35 минут чтобы выжить 35 минут достаточно это достаточно много это большой запас потому что средний спуск длится ну минут 12 наверное и разгармизация на большой высоте достаточно шустро кабин опять наполнить кислородом когда не пусть немножко пониже данная система стала использоваться после катастрофы на одном из первых союзов когда из-за разгармизации погибли три наших космонавт это добровольский подсоев по моему миролюбов третья фамилия не уверен они летали в обычных тренировочных костюмах бары грипти за цену ребят задохнулись поэтому летают так почему на запас запас потому что это получается очень легкая система и и легко сделать она тяжело так она практически безотказная используется на запас замечательно второе следующее можно меня дальше до более сложная система на запас это уже скафандр для вкд вне корабельной деятельности он орбитального базирования его никто не возит туда-сюда весть эта радость 100 килограмм в пустом виде массовый 100 килограмм в пустом виде поэтому то есть вы не потаскаешь тоже работает до на запасах есть очень большая проблема в скафандрах которая в орлане была отброшена за ненадобностью и больница там каких-то 35 минут здесь все нужно было решить среднее время работ максимальное время допустимой работы космонавта в орлане это около восьми часов и за это время он потребляя он вырабатывает огромное количество тепла если посчитать сколько нужно дышать и сколько ему нужно воздуха чтобы его снять с него тепло то воздуха нужно в 17 раз больше то есть там допустим ему нужно 30 литров допустим а прогнать чтобы ему было прохладно и работать литров нужно много много больше чтобы это тело не перегревалась они одеваются кого костюм одиного охлаждения просто костюмчик где много 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 трубочек они подключаются к скафандру и через них циркулирует вода которая остужается в ранце системы жизнебеспечения работает он при 0 4 атмосферных давления то есть то что для сокола очень очень плохо считается да там было написано что это аварийное давление для орлана считается нормой вообще чем ниже давление скафандр открытом космосе тем лучше почему до меньше раньше давлений тоньше тоже но не так сильно когда вы пробовали знаете такие длины есть шарики из них там собачек вяжут всякие разные штуки вот если когда он сильно ногу накачан если будет очень сильно накачано будет толстый будет сложно согнуть чем сильнее накачать тем сложнее вот здесь ваша рука находится в очень подобном шарики и вам нужно очень недюжие усилия чтобы это вообще радость гнуть поэтому чем давление ниже тем усилие меньше чем усилие меньше тем больше работа космонавт может сделать прежде чем начнет жаловаться что мы не очень хорошо если же у космонавта все плохо и по каким-то причинам нужно давление сбросить его можно сбросить как раз до самого минимального про который говорил 027 насколько я знаю данный режим использоваться только один раз самым первым нашим космонавт который вышел открытый космос это леонов его там сильно раздуло потому что у него был мягкий скафандр и он просто причин проблем было дофига на нас причину просто мог пролить пронесть обратно и он сбросился до минимума и сдулся и кое-как проник во внутрь наверное можно дальше давайте немножко теперь про замкнутые системы чтобы с тем же не включение замкнуть нужно ну как ему подкачет подвести все что ему нужно подвести это достаточно можно поговорили да на примере разомкнутых подышать воздух вода отлично достать дается тепло можно погреть снять теперь человека нужно забрать все то что он все то чему так щедро делится с окружающей средой я расскажу два основных подхода которые были использованы один у нас вторую наших замечательных коллег в штатах на самый заре космонавтики вот здесь мы видим американский приемник урины он был условно успешным работал достаточно просто вот съемная часть она была трех типов размеров маленький большой средний и работала как презерватив с отрезанным концом то есть просто шланг одноразовый человек его одевал насаживался на данное устройство и с помощью данные с помощью гармошки просто оттягивая гармошку создавал разрежение атмосферы и все что он щедро отдавал заливалась сумочку если там нужны были образцы то через отдельный штуцер можно было подсоединить маленькую сумочку чтобы вернуть любопытным ученым чего же там отдал изначально были большие проблемы например не было обратного клапана нет обратного клапана ты тянешь эту гармошку на себя тянешь тянешь очень сосредоточен чуть ошибся либо прекратил тянуть либо нажал в другую сторону и вот тебе радуйся все что ты отдал начинается начинает литься обратно добавили обратный клапан изначально по данной технологии космонавт удавал космонавт удавалось загрузить в пакет примерно 70 процентов всего что он намерался загрузить изначально все остальное оставалось вокруг него в облипочку в прилипочку и вот он в этом всем сидел потом до 15 процентов сократилось количество промахов результате одного замечательного технического решения мне очень нравится размер вот этих нет назад можно назад назад размер вот этих насадочек как я говорил был мой большой маленький и средний на земле все космонавты их примеряли выбирали которые их удобнее заказывали название поменяли на большой и очень большой и огромный сразу минус 15 процентов утечек ничего другого не меняли по вам замечательное решение на пир во время первых полетов особенно американцев жидкости они никуда не сохраняли не реку не возвращали из нее воду они просто изливали ее за борт космического аппарата и ребят которые летали в первых миссиях джемини например говорили что одно из самых красивых зрелищ которые они видели в ходе своих миссий это красивые кристаллики жидкости испаряющиеся после того как они выбрасывали урину за борт замечательно только не жаловались что выброс слишком маленький потому что 30 процентов опять же оставался у них они хотели более красочность вот но если с жижей еще более-менее проблемы были решены то с твердой частью был немножко сложнее можно дальше до очень долго американцы летали с помощью вот таких замечательных одноразовых туалетов для твердых отходов как видно до банальности простая конструкция просто мешок с горловины из двустороннего скотча которую ты это и прилеплял к выходному отверстию и наслаждался процессом одна из проблем которую сразу не можно не не предугадать это процесс обычной сепарации то бишь разделение масс у нас на земле все замечательно это все что-то имеет какую-то массу но все радостно разделяется падается вниз и мы об этом не думаем там же она не очень думает разделяться то что никуда ничего не падает а ну вот а он парит его также болтается нужно как-то отсоединить поэтому вот есть здесь двинные два клапана и вот человек вставляет два пальчика специально как кусок маленькой перчатки вставляет два пальчика и делает и перерезает все что ему не надо пропихивать это туда поглубже чтобы она не вылетала обратно не всегда происходило так и нередки случаи когда все что нужно пропихнуть было выпихнуто по каким-то причинам и парило вокруг то есть например из записи астонавтов в то время было расшифровках не нередко встречалась типа и это чего летает это не мое типа у меня должно быть мят свет должен быть другой у меня консистенция друга это много-много причин почему эта штука не моя твоя у меня у меня вообще по-другому после того как ты все-таки мудрился затрамбовать запихнуть замечательно должен открыть еще один пакетик идем тут вот с другими очень приятно пахнущими химикалиями и запихнуть их вместе со своими отходами для того чтобы всю органику внутри убить и все что ты сложил не начало раздуваться распухать и там же все живое нужно убить ну да потом потом привычными салфеточка была была вот это закрываешь и прилепляешь сначала складируешь специальный ящик а потом когда он заканчивается просто прилепляешь на стенке корабля обычно к концу миссии у них было много пакетиков с урина и пока еще не выбрасывали пакетиков с твердыми отходами так раз тыкано делать-то некуда очень большими большой минус этой штуки что во первых очень долго этот процесс не очень привычный не очень удобный занимал но мог мог занять просто до 40 минут чтобы все выполнить потом он был достаточно болезненный если вдруг какой-то причине ты на земле забыл или в процессе у тебя вновь отросли волосы то можно не забыть больно штук когда-то 5 отрываешь но естественно нельзя не обрадовать членов своего экипажа своим процессом потому что ну понимаете парит парит знаете ли никто не никто несчастный но очень долго летали и в качестве запасных они были если вы были поломки туалетов вот у нас можно дальше да пожалуйста можно следующий я не знаю работает нет да у нас на самом деле с этой точки зрения было немножко получше в союзе первичную структуру которую мы придумали она оказалась только удачная что она без каких-то серьезных изменений летает до сих пор на мк и на союзах очень простая структура подставочка для твердых отходов мочеприемник это мужской женский вариант все очень замечательно мы замыкаем насосик который здесь нет это лампочка где-то здесь находится насосик допустим вот здесь и начинается активно прокачка воздуха и все что мы решили складировать либо сюда либо сюда засасывается воздухом и твердые отходы остаются в одноразном контейнере на эту закрываем убираем жидкие попадают в мочесборник воздух же через фильтр и обратно моим дышим но фильтр вроде хорошие никто и нас плохой запах не жаловался лампочка чтобы у нас засор так вот этой штукой до до сих пор мы пользуемся все очень довольны все очень рады и насколько я знаю американцам наша не химаш который их производит свое время даже продала и ними пользовались вот можно дальше проблем ассамбле на первых технических аппаратах было многое я например сейчас рассказал про осу это синизационное устройство но это было далеко не единственная радость на этих первых аппарат ход например возьмем первые полеты американцев американцев почему-то что не больше проблем из-за их замечательных изнационных устройств у нас они тоже были но у нас они были более секречных тяжело рассказать американцы уже как наса спонсируется из открытых источников все и до них смотрят если им что-то не нравится у них финансирование скачет все они обязаны во всем рассказывать у нас не так как у нас на формату стать немножко потяжелее так вот вот писать в первых смешки корабль одни из первых миссии джиме не два замечательных человека в пространстве равном около кабине жигулей наверное восемь суток сидят в скафандрах скафандры жарки они не моются естественно где им там мыться они не протираются влажными полотенцами почему они сидят в скафандрах у них нет смены белья они пользуются вот теми замечательными штуками которые говорил у них все еще 30 процентов протечки что там еще да еще очень бодряющие вопросы от нас в это время были там привет какой-то шестой сутки полета они общаются с цупом цупом что там рассказывать рассказывает и в конце дают так хочет поговорить доктор доктор говорит так боуэлл была фамилия такого астронавта я к тебе очень важный вопрос у тебя скажу перхоть появилась мы очень ждем когда у тебя появится перхоть он молчит кому нравятся такие вопросы они там сидят воняют где не спрашивают появилась ли перхотя еще очень любили не любили этих вопросов потому что тяжело отвечать на вопрос кого-то но перед тобой да очень смердит и молчание зубы это опять я повторяю вопрос вас первых появилась нет ответ отрицательный нет у меня перхотя доходил до курьезов что человек мог вообще не отвечать на этот вопрос заставляли отвечать его напарника на этот вопрос у напарника отказывался отвечать на этот вопрос потому что тут-то далеко злой сосед близко поэтому типа разбирайтесь сами я не я и коровы не май прежде чем запускать этих несчастных в данной коробочке было проведено самом деле огромное количество экспериментов потому что все что происходит на орбите повторяется воспроизводится изначально внизу в таких количествах вариантов которые только можно придумать замечательные тесты как долго человек может вообще существовать и не убить окружающих без душа и совершенно без мытья у нас и было множество экспериментов некоторые висели по 8 суток в скафандрах некоторые по 14 на земле естественно они не мылись не меняли белье использовали те и те а сушки на сенсорные устройства которые должны были быть на орбите все те же 30 процентов ну плюс-минус да ну примерно на восьмые сутки нижнее белье начинало просто гнить на людях у у нас были похожие эксперименты и у нас был эксперимент что люди 30 суток сидели в креслах которых они должны находиться естественно без душа со следующим питанием и исследовалось распространение такой замечательной бактерии которые есть у всех кишечная палочка по организму вот по прошедствии 30 суток 8 человек участвовал эксперименте кишечная палочка была найдена в глазах на ногах в корнях волос у двух замечательных людей это даже вызвало образование фурункулов то есть она просто распространяется это все для того чтобы узнать когда человек может не мыться на самом деле ответ замечательный первые семь суток до 90 процентов всего что мы выделяем это под сало жирно что является салом прочь прочь впитывается обычно хлопка хлопчатобумажной одежды процентов на 90 поэтому если просто часто менять одежду можно очень редко мыть этим советом очень любили пользоваться в эпохе возрождения реценция по мы елизавета вторая какой там 17 века 17 не помню было такой бунтаркой намылась раз в месяц очень часто раньше так не делали но раньше часто меняли одежду и всяческими другими способами пользовались если продолжить эксперимент и не снимать одежду то пик вонючести человека достигает примерно на 11 12 сутки здесь есть две теории теория 1 организм выделяет какие-то бактерии которые начинаются бар начинают бороться с теми бактериями которые поедают наш пот то что пахнет наш не пот то что выделяют бактерии поедая наш пот это начинается такая война и где-то на 12 сутки их количество примерно равное и уровень нашего не не растет есть и другое мнение что после определенного порога вонючие или менее вонючий уже не ощущается то есть там если вы подойдете к бомжу сегодня или завтра он воняет одинаково сильно и неизвестно ну вы не поймете меньшего воняю где большего вонял вот можно дальше да однако когда уже у наших пошли в союзе станции салют затем мир американцы стали летать на sky лэбах вопрос души все-таки стоял поактуальнее там народ летал по 14 суток по 30 суток у нас на союза на салютах даже больше были сделаны душевые кабины на станции мир была сделана даже сауна как говорили астронавты skylab лучше вообще забыть о том что есть душевая кабина то что ты пользуешься вода разлеталась везде и и было очень тяжело собрать она могла вызвать короткое замыкание так как там нет никакого веса никакого притяжения то вода падла вниз на облепляла тебя залезала в рот в вон в глаза и например наш скам наш астронавта как я космонавта они одевали загубник как для погружения в космическую в подводу одевали маску обычную для плавания и мылись на тоже так себе удовольствие очень долго эту тему было разбирать собирать место было очень мало поэтому это были вот такие складывающие кабинки гармошкам так вот складываться нужно было поднимали заправляли водой и там это тело мылись до 10 литров ходил на на человека по космическим меркам много по нам чем 10 литров смыть да помыть вот ну потом огни в итоге самое удачное устройство было считается что на станции мир там была сауна народ просто парился как следует и потом вытирался влажными полотенцами до мкс надо крида качевала в более урезанном варианте парилку убрали полотенце оставили то есть на мкс да сейчас люди просто вытираются влажными полотенцами в течение полгода или вот кликалёв который сегодня музей коснатики выступает год влажные полотенца никого душа у них есть рукомойник чтобы мыть руки и лицо там специальное устройство такое круг ты засовываешь на голову вот так вот она тебя облегает и там плещется вода потом опять же воздухом он отсасывается куда-то уходит в основном это полотенце вот можно наверное дальше что там дальше если мы про воду поговорили то тебе можно говорить про то как нам вообще замкнуть воздух если мы заходим находимся в замкнутом пространстве и весь воздух который мы дышим никуда не уходит от чего мы загнемся что нас убьет кто до туглекислого газа мы трава нёмся в четыре раза быстрее чем от нехватки кислорода поэтому основная проблема это избавиться туглекислого газа если есть опять же два подхода рекуперативный и разом то есть замкнутый разомкнутый разомкнутый используется на тех скафандрах которые я показывал да он здесь есть замечательно на химических соединениях берется самом деле практически любой щелочной металл через него пропускается воздух из него убирается углекислый газ эта штука здесь находится вот если в ранце смотреть тяжело вот эта большая туба сами там запихнут литий а с ним прогоняется вот так по большому кругу воздух обратно поступает без углекислого газа замечательно система на запасах потратил выкинул на мкс на станции мир используются регенерируемые ацербенты работает по принципу любого абсорбера как активированный уголь мы все пьем и все поглощает есть такой же для углекислого газа он поглощает кто моего выпихиваем в на в пространство подогреваем утюгом помда 300 градусов и он избавляется углекислого газ в этом есть и плюсы и минусы плюсы большие что рекуперативная среда может быть используя 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 углекислый газ можно выкидывать выкидывать замечательно в чем минусы что мы выкидываем с углекислым газом мы выгибаем давать много кислорода который по идее очень хорошо было бы использовать не то чтобы мы делали это сейчас можно дальше да не то чтобы мы делали это сейчас сейчас мы углекислый газ выкидываем и выкидываем водород очень многих людей на самом деле не знаю почему ну или знаю почему интересует вопрос вот космос ходил в туалет вот у меня получилось моча урина да вот достали по разным технологиям от 80 до 90 процентов воды из-за этой субстанции куда дальше пить ее что ли ну как-то не очень приятно на самом деле нет они не пьют а ну нет к снабжу проходит очень серьезный курс обучения и они знают любой винтик своей станции они знают каждое вещество куда она вошла где она вышла где но к ним вернется поэтому от них это тяжело скрыть а нет у них есть возможность пить эту воду она дисплированная это чистая ждала там ничего нет он даже только не проводит это одна из проверок но они не они не пьют они на самом деле просто дышат еще лучше пить можно пить не пить до дышать не дышать уже нельзя и я замечательное устройство это гидролиз гидролизер куда это h2o полученная либо привезенной земли либо полученные из урины с помощью тока раскладывается на составляющей кислород водород опять же из два основных подхода чтобы разложить электрический ток чтобы он прошел через воду она должна проводить только h2o не проводит ток поэтому первый подход это американский они делают в самом электролизе ли есть пластинка проводящая ток так мир мир нерастворяемый электролит я не загружают воду она это поэтому электролита проходит ток происходит расщепление у нас делаем чутка по-другому мы добавляем пом процентов 15 кислоты туда пом соляной ну подойдет любая вода сразу начинает радостно все проводить мы расщепляем где-то здесь по моему нет в троечке мы расщепляем воду дальше 4 мы разделяем на жидкую и нежидкую фракции то есть все что не прореагировала мы где-нибудь там вернем разделяем кислород водород опять же вода вся который верну не проагировал мы вернем назад и водород мы выкинем за борт он нам больше не нужен жутко горючая штука кислород мы выпустим в гермаце куда нам нужно предварительно проведя реакцию дожига вдруг там осталось какой-то водород мы его здесь дожигаем и никого дорода нет и вот мы приходим к проблеме что мы выкидываем водород мы выкидываем углекислый газ на ведь вместе если их соединить замечательная реакция bosha благодаря которой можно получить из выкидываемого водорода и углекислого газа еще воду который можно обратно загрузить сюда и дышать данный реактор уже есть они на земле они активно тестируются большой минус что они работают при 600 градусах цельсия и очень очень сильно греют станцию и сбрасывать тепло иногда оказывается дороже чем доставлять им новую воду на эту тему борется думают согреться она должна эта реакция не выделяет тепло ей ее требуется греть то есть нужно еще такие очень большие мощности от солнечных панелей снимать чтобы разогреть до 600 градусов всю эту радость можно дальше пожалуйста да ну не знаю здесь он было интересно может каких-то пару байки пропустил но все же да вот меня зовут глеб все другие то случайно вопрос который сейчас вдруг случайно решите задать вас появится после можно написать сюда ну и первый скафандр для вне корабельной деятельности в котором вышел леонов можно видеть музей космонавтики сам либо уверен что реакция будет в музее тогда можно было тыкать пальцем там то здесь это здесь это но всегда может сидеть посмотреть вот да вот его раздуло и вот он сбросил давление он смог вернуть он он он